Друзья, всех приветствую, находимся в BMG Drive, перед вами обычный городок, в котором протекает обычная размеренная жизнь. Но стало известно, что через этот городок прямо сейчас гоняют малолетки на автомобиле на полной скорости, проезжая здесь. Полиция это была доложена, естественно, струнг ДПС был вынужден выставить вот такие вот, друзья, шипы, которых еще у нас с вами не было. У нас были подобного типа шипы, но эти прокалывать должны будут колеса достаточно хорошо, мы с вами как раз-таки их и проверим. И задача наша, как на автомобиле этих подростков, да, без прав, удержаться и при этом не зацепить никого из граждан. А жизнь здесь, я уже сказал, размеренная. Очень много людей, люди гуляют с собаками, здесь какие-то похороны, как вы можете заметить, здесь на маршрутку люди спешат скорее, здесь опять собаки гуляют, людей множество и никого при этом не нужно зацепить. А ведь колеса будут проколоты. И куда нас понесет, неизвестно, и именно задача этой, друзья, и состоит. Никого постараться не убить. Начнем, разумеется, друзья, с малых скоростей, да, начнем обычно у нас гоняют малолетки без прав, так скажем. Это будет семерочка, будем развивать скорость максимальную, подъезжая к городу, да, насколько это возможно у автомобиля. Ну, а дальше уже весь опыт, который мы с вами собрали за долгое время игры в BMG Drive, постараемся реализовать и при этом вырулить так, чтобы никто не пострадал. На маленьких скоростях я думаю, что у нас будет получаться вполне, но в любом случае 100 плюс километров в час это уже скорость, особенно по городу, где максимальная скорость только 60 километров в час, вдумайтесь. Итак, мы приближаемся к сотруднику полиции, который решил спасти город и проезжаем. Опа, зацепило, зацепило хорошо, при этом держим, 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 сразу же убивает, сразу останавливайся. А, блин, все-таки касаемся, касаемся газельки, а может быть никого не уронили все-таки. Есть несколько пассажиров, но не смертельно абсолютно, друзья, хоть и мы увидели с вами падение пассажиров, некоторые, которые хотели сесть в газель, мы притерли газель немножко, кстати, повреждений, по-моему, больше у нас, чем у газели. И буквально чуть-чуть потолкнули, больше они, наверное, делались испугом, нежели какими-то травмами. Но, слушайте, понесло, сразу же видно, что у нас разорвана шина задняя, при этом переднее колесо оказалось целым на удивление. Все три колеса из-за одного колеса так сильно, друзья, занесло. Я, честно сказать, думал, что эти шипы будут справляться со своей задачей, будут спускать все колеса, но даже при условии, что у нас спустилось всего лишь одно колесо, нас таким вот образом повело. Но при этом задача выполнена. Да, во-первых, сотрудник ДПС поймал, можно сказать, их, да, потому что дальше, мне кажется, они не поехали бы никуда. И при этом никто не погиб. Прям идеальное развитие событий произошло, хотя предвещало всю беду, когда мы летели в эту толпу. Итак, сейчас машинка будет немножко побольше у нас по скорости. Развиваем, проезжаем через полицейского. Итак, скорость 160. Опа, есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как понесло сильно! Все, сбиваем, сбиваем все-таки. Обалдеть, невозможно вообще управлять. Слушайте, ну здесь труп еще и, скорее всего, у нас 80 км в час прямиком в стену дома, господа. Вот это удар. Удар сильный достаточно, особенно удар пришел со смертельной однозначно. О, пешехода, который здесь стоял. Есть вероятность, что все-таки выжили ребята, которые находятся у нас в пятнашке, поскольку удар был на скорости всего 80 км в час и повреждение получил передок у нас достаточно сильно. К сожалению, не посмотрел, друзья, сколько колес было у нас взорвано, но при этом уж явно по ощущениям больше одного, потому что машину понесло как по маслу и я вообще не смог ничего сделать. Здесь, мне кажется, опыт даже не важен, поскольку ее просто... Вот мы можем выкрутить там в первые секунды, да, куда непонятно, но, к сожалению, мы пешехода убили и сами достаточно серьезно постарали, поскольку в стену врезались. И пешеходы тоже в стену. Итак, теперь у нас Рено Логан, скорость еще выше, уже более 180 км в час. Оп, оп, зацепило. Держим, 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 да держи ты! Блин! Вот это да, друзья, просто максимально выкручивал руль. По-моему, кого-то задел. Ну, а ты с пуга упал. Уж явно ты... Хотя, слушайте, сломал ногу. А что, может быть, деталь какая-то прилетела, поскольку я не видел? Гроб стоит в конце концов, я что-то не понимаю. Мы только что притерли боковину газельки. Не знаю, с чего у него нога тут переломана. Но скорость 110 км в час. Вы понимаете, друзья. Что сейчас будет происходить? Конечно, это труп. Вот сейчас, друзья, уже третий заезд. И у нас второй труп, к сожалению. Да, бампер, видно, отлетел. Дали там летит. И опять в стену. Опять, по-моему, в этот же дом, если не ошибаюсь. Серьезнейший удар придавливает. Еще и пешехода сверху. Мы получаем, опять же, возможно, повреждения не смертельные. Да, учитывая, что у нас есть защита в виде Рено Логана оболочки. А вот у него оболочки не было, к сожалению. Поэтому даже головы, по-моему, нету, да? Просто уже без головы валяется. К сожалению, пешеходу не повезло. Но повезло при этом Рыжику. Я думаю, друзья, вы заметили, что чем скорость у нас выше, тем серьезнее последствия. По итогу, да? И желательно, чтобы эти последствия касались только вот этих ребят. Которые гоняют без прав, поскольку они могут убиться, а остальных оставить в живых. Да? Этих граждан, которые там гуляют. Но в большей степени, мне кажется, здесь виноваты песни, который решил шипы поставить прямо перед въездом в город. Итак, сейчас у нас, друзья, пойдет Лада Приора. Она, конечно, по скорости у нас будет поменьше, чем Рено Логан. Но я должен был. Я должен был взять Ладу Приору. Это обязательно. Посмотрим, как она себя проявит. И управление теряется очень сильно, на самом деле, господа. На этих шипах конкретно. Итак, проезжаем по шипам. Опа. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, по-моему, у нас все хорошо, на самом деле. Но вот диск, который, по-моему, нет, мимо все-таки пролетит. Скорее всего, никого не убьет. Потому что даже этот диск, да, маленький колпак, вернее. Он даже может, к сожалению, привести к смерти. Этого не хотелось бы. Итак, мы выравниваем машинку. Притормаживаем. Улетает колпачок на обгон. Пошел колпак. Так, надеюсь, никого... Ох ты ж, блин, об Чижика. Обалдеть. Вот это... Ну, устоял Чижик. Слушайте, колпак какой-то оказался, ну, слишком легкий. Потому что Чижик, по-моему, даже ничего не заметил. Но прилетело Чижико. Это ж как надо было, да, прицелиться, чтобы колпаком прям прилетело. Но мы при этом остановили автомобиль. У нас спущено переднее правое колесо. Повезло, что спустило только одно колесо на этот раз, да. Поэтому мы удержали свою машину. И более того, спустило именно переднее. Потому что когда спускает заднее, уже последствия иные. И, мне кажется, нас бы сразу же занесло в какую-нибудь сторону. При этом мы даже можем проехать дальше. Мы никого не зацепили. И более того, дальше проехали. Тоже одно из лучших развитий событий. Вот смотрю я на данный автомобиль. И понимаю, что что-то мне подсказывает. Что самые ужасные, блин, последствия будут как раз таки сейчас. Не знаю, какие пацаны дворовые ездят без прав на таких тачках, да. Но при этом скорость у нас уже будет выше 180. У нас максималочка была на Логане, 180. Сейчас, друзья, все будет по-серьезному. Нужно собрать весь свой опыт и удержать эту малышку. Итак, скорость 220 по 230 км в час. Держим. О, пошло, 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 пошло. Держи, держи. Ой, хорошо. Нет, 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 плохо, плохо. Все-таки думал обойдем его. Зацепили за ноги, еще и за капот зацепился. Так, ладно. Есть шанс остановиться. Подруливаем. Подруливаем. Я не знаю, друзья, что делать. Честно, я вообще не знаю. Но тормозит машинка, тормозит. Полностью останавливаемся, слава богу. Слушайте, ну уж на такой скорости последствия в любом случае печальны. Потому что погиб, да, пешеход. Но при этом мы хотя бы остановились. Мы сами остались живы. Единственный погибший в всей ситуации. Более того, даже машинка осталась цела. Но вы видели, как повело? Мы сейчас выйдем на асфальт, наверное, и посмотрим, какие колеса спустил. Видно. Заднее колесо спустило. Ой, три колеса. Обалдеть. У нас, получается, левое переднее и два задних спустило. Одно устояло. Вот почему нас сразу же повело. Прямо конкретно, как по маслу. Это, друзья, ну, я не знаю, какой нужен опыт, чтобы справляться с подобным. Мне кажется, опыта здесь, в принципе, быть не может. Потому что ты ничего не можешь сделать. Но М5, конечно, та еще зверюга, господа. Но есть у нас машинки посерьезнее. По типу Mercedes GT 63 S. Попробуем на нем. Он будет еще побыстрее, друзья. Я специально время не замедляю, когда мы проезжаем по шипам, чтобы сориентироваться и постараться вырулить. Да, я думаю, что так интересно. Впоследствии уже идет замедление. Здесь затяжной поворот. Мне кажется, я в него просто не войду 300 километров в час. Обалдеть. Я даже в поворот в этот не могу войти. Итак, проезжаем. Ой-ой-ой. Охренеть. Все. Все. Но я надеюсь. Это... Нет, все-таки, по-моему... Нет, об стену. Четыре друга. Просто сами себя леком. Здесь уже трупы. Здесь, господа. Ну, уже бесспорно. Потому что скорость была настолько сейчас высокая, да, что прилетев в такую стену, мне кажется, шансов нет никаких. Но при этом ни одного не зацепило. Столько людей, посмотрите, в городе. Я думаю, друзья, что мы даже еще раз с вами обязаны проехать, да, учитывая, какая бешеная скорость. И при этом сейчас никто не погиб, кроме них. Было бы круто, если бы и они не погибли. То есть это было бы что-то невероятное, потому что скорость настолько высокая. Мне кажется, тут миллион раз. Пробуй. И всегда будет один итог. Кто-то умирает однозначно. Итак, скорость опять же по 300 километров в час. Проезжаем. Ой, понесло, понесло, понесло. Выруливаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, это кошмар. Я вообще ничего сделать не могу. Но опять же, у нас не все колеса были проколоты. Даже отсюда видно, да, что, по-моему, только одно колесо. И то оно приводит уже к развороту на такой большой скорости. Мне, друзья, очень нравится управлять этой тачкой. Но у нас есть только лишь два развития событий в дальнейшем. Это либо мы остаемся живыми и никого не задеваем, что практически, мне кажется, невозможно. Либо же все-таки кого-то заденем и сами разобьемся. Но я надеюсь, получится реализовать первый вариант. Хотя скорость бешеная. В момент, когда вас спускают колеса. Итак, проезжаем. Оп. Держи, держи, держи. Хорошо. Держим. Вот. Вперед. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Уйдешь, уйдешь, уйдешь. Давай, только не дерево. Только не дерево. Уходим. Хорошо. Слушайте, как это было красиво. При этом посмотрите на колеса. У нас спустило несколько колес. Так, ладно, отормаживаемся здесь. Главное, что выжили. Слушайте, не обалдеть. Я, честно говоря, не верю. У нас три колеса, по-моему, спустило, да? Или вообще все, все четыре колеса спущены. Сразу, сразу в занос кидает. Слушайте, но при этом мы смогли с вами еле-еле. Да, согласен. Прям очень тяжело это было. Но у нас получилось невероятно. На самом деле, друзья, я на такой машине. Я был уверен, что на такой скорости невозможно выжить. Но посмотрим еще и другие автомобили. Сейчас, друзья, возьмем автомобиль тоже быстрый. Но при этом он сам по себе будет немножечко побольше. Это Газель. Я не знаю, кто вообще спер эту Газель, да? И теперь у нас тут не четыре человеческие жизни, а целых шесть человеческих жизней, господа. Итак, скорость будет более 200 км в час. Конечно, уже не 300, но учитывая массу, да, и размеры данного автомобиля проезжаем по этим шипам. Опасно. Опа. Чего, блин? Чего, блин? Какого хрена? Шипы... Ой-ой-ой. Сейчас порежут же. Повезло сейчас им. Очень повезло, что шипы не улетели в них, поскольку их бы просто проткнуло. Это был бы самый настоящий пункт назначения. Но еще не все потеряно. Газельку конкурента поджимаем. Поджимаем все-таки. Падает у нас... Ну, опять же, не смертельные последствия пока что. Потому что, скорее всего, смертельные последствия будут. Наверняка задем или... Обалдеть. Как же это красиво, черт возьми. Посмотрите, я в шоке. Как его не задело, а? Но дальше, опять же, есть еще... Потому что скорость 50 км в час. Но этому уже не избежать, друзья. Этому, к сожалению, избежать. И здравствуйте, к сожалению. Но, опять же, скорость в этот момент упала. Немножко поджала ноги. Я думаю, что тоже не смертельный удар получился. Серьезный, конечно, сейчас был, друзья. Разлетелись некоторые детали. И я, честно говоря, вообще даже близко не ожидал, что вот эту штуку вырвет. Ну, не знаю, какие малолетки могут управлять пазиком, господа. Но это, наверное, ежедневное поведение Радика. Он перевозит пассажиров на скорости 300 км в час для того, чтобы это делать быстрее. Его решили остановить. Главное нам сейчас войти в этот поворот. Скорость, кстати говоря, как у Мерса, у нас будет по 300 км в час. И проезжай. Ой-ой-ой. Есть прокол. Но при... Сам. Сам пошел. Сам пошел. Блин. Все, отстыковка. Отстыковка одного пошла. В дерево улетел. Обалдеть, вырулили. Нормально. Немножко прикоснулись к дереву. Блин, ну что это за значок у нас получается? На Rolls-Royce свой значок. А здесь у нас свой будет. Ну ладно. Главное, что мы можем ехать дальше, господа. Вот вроде бы все было хорошо. А нет, у нас с колесом. Левым передним проблема большая. Не получается вырулить. Ладно, нормально, доедем. Это ради в конце концов. Господа, сразу же вроде бы хорошо все было, но впоследствии резко понесло. У нас, по-моему, проколото было одно, да, колесо, если не ошибаюсь. Но этого было вполне достаточно для того, чтобы все это привело к подобным последствиям. Ладно, не будем издеваться уже над ним. Но, господа, сами понимаете, раз уж мы на пазике с вами попробовали, да, то и без дальнобойщика Василия здесь уже явно не обойтись. Это у нас последний автомобиль. Давайте постараемся. Вот сейчас, мне кажется, реально будет тяжело. Колеса, конечно, большие. Есть вероятность, что вот от размера колес тоже все зависит, потому что на пазике у нас спустилось всего лишь одно колесо. Да, есть вероятность, что КАМАЗ спокойно пройдет. Я надеюсь на это, потому что шипов там положено много достаточно. И все-таки спустить колеса они могут. Скорость по 200 километров в час у нас. Главное, чтобы не занесло сейчас. Итак, держим 170. Почти 180. Проезжаем по шипам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи, в гроб прям. Ё-моё. Не успел дождь, друзья, затормозить. К сожалению. Обалдеть. Вот это да. Месте с шипами. Опять у нас повторилась ситуация, как и с Газелью. Когда она захватила с собой шипы. Здесь то же самое произошло. Некоторые шипы даже, смотрите-ка, летят в воздухе. Серьезнейшая ужасная трагедия. А где гроб? Только что был гроб. Гроба нету. Засосало просто в колеса. Ребят, которые оплакивали родственника, я так понял. Это еще и не конец, на самом деле. Пострадает, наверное, у нас еще и четверка. Прижимает просто. Обалдеть. Ой, Чижик. Чижик, Брыжик, как там тебя зовут? Полетел. Охренеть, это еще не все. Дружище, надо было тебе бежать. Бежать. Все-таки бежать, да. Думал, что повезло. Невероятно. Но еще и ноги попали в шипы. Обратите внимание. Слушайте, самые большие последствия дальнобойщиков в серии. Я не знаю, как он так делает. Но самые большие еще и проехало колесами по нему. И шипами. И так ударило по голове. И шипами вонзило. И колесами еще прокатило. Засосало в эти колеса. Это кошмар, друзья. Там что-нибудь еще и загорелось по итогу. Нам найти надо гроб. А, гроб у нас все, друзья. К сожалению, раскололся на многие части. Здесь ребята просто упали, насколько я заметил. Газелька очень серьезно пострадала. В которую должны были этот гробик сложить. Большие последствия самые. Из сегодняшних заездов. Самые большие. Особенно вот этим мне повезло. Больше всего. Которые просто перемолоты у нас под колесами дальнобойщика Василия. Но повело очень странно. Только за счет того, что у нас застряли железякие эти шипы в колесах. Друзья, я все-таки принял решение дать дальнобойщику еще один шанс. Но потому что я понимаю, что проехать возможно. Есть вероятность проезда. Я надеюсь, что этим шансом он сейчас воспользуется. И все будет хорошо. Скорость также берем. Постараемся сейчас более 200 даже километров в час взять. Если получится. Главное хорошо войти в поворот. Дальнобойщик не подведи. Я сейчас постараюсь опять же. Хотя здесь-то уже и масса. Мало того, что на ликовушках у нас не получалось уходить. После того, как колеса прокалываются. Так тут еще и огромная масса идет вперед. Итак, проезжаем. Я не знаю, что позади творится, друзья. Но, по-моему, успешно. Я не знаю, как сейчас. Видите, когда события по-разному происходят. Одни шипы мы тоже захватили. Шипы раскидало в разные стороны все-таки. Но при этом дальнобойщик Василий на удивление проезжает. Главное сейчас не заваливаться. Аккуратненько на этой большой скорости. Все. Замечательно. Мы преодолели этот рубеж. Можем спокойно ехать дальше. Никто не погиб. И дальнобойщик Василий сохранил свой КАМАЗ. Единственное, колесо, конечно, мы видим слева немножко спустило. Еще справа тоже у прицепа. Но при этом заканчивается все хорошо на этот раз. Если вам, друзья, ролик этот понравился, то обязательно лайк свой поставьте. Поддержите ролик. Также я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok